Данный СНН-опрос происходил в Европе. Семь государств. Каждый пятый европеец оправдывает антисемитизм. Каждый десятый не любит евреев, мягко говоря. Не просто каждый пятый и десятый, нечего вообще спрашивать. Потому что корень ненависти к евреям, он находится в каждом из людей. В каждом. И в каждом евреи в том числе. Только дело в том, что в каждом человеке он находится относительно тела другого человека, еврея. Что вот еврея я вижу перед собой. А евреи ненавидят в себе то, что в нем внутри существует. Источник, часть, которая называется еврей. Духовная структура. Вот если бы он мог показать всему миру, смотрите, я ее из себя удаляю, а после этого вы меня будете любить, я буду такой, как вы. Нельзя этого сделать. Вот это вот его и гложет. Мы же видим, что они ненавидят себя, евреи. И не любят, и пытаются соединиться со всем миром. Вот тоже есть последняя статистика в Голландии. 48% евреев, сколько их там осталось, они скрывают, стараются скрыть свою национальность, не говорить. Абсолютно никто этого не желает, естественно. Да. Евреи делятся на два типа. Которые ненавидят себя, пытаются скрыться, и которые не скрывают себя, потому что они считают, что именно таким образом они заслуживают рай. Вот я страдаю за то, что я еврей, и поэтому мне будет там уготовлена особая жизнь. Или я горжусь. Да, и я горжусь этим. А вы можете меня хоть убивать, этого вы у меня не заберете. Мы должны просто понять, почему мы такие, от чего мы такие, и что мы из этого, исходя из этого, должны делать. Узнать корень ненависти народов к нам, корень ненависти нас самих к себе. Это исходит из крушения второго храма, когда мы упали с духовного уровня на материальный. Поэтому мы сейчас состоим из материального уровня, эгоизма и маленькой точки, которая осталась у нас от духовного уровня. И вот эту точку мы ненавидим. Из-за нее мы ненавидим себя, из-за нее ненавидят нас. И якобы у нас существуют какие-то другие материальные нехорошие свойства. Жадные, коварные и так далее. Причина именно самая глубокая, самая настоящая истинная, это то, что в нас есть точка духовного развития, корень духовного развития, чего в остальных народах нет. Это не унижает другие народы, что в них нет? Это не унижает, это природа. Это природа. А вот что нам надо дальше делать, где есть наша свобода воли действовать, это уже действительно, за это надо краснеть. Исходя из того, что в нас существует два вида природы, духовная и материальная, мы должны показать всем, как можно действовать, чтобы все имели эту духовную природу и поднялись, взяли материальную природу и на ней, как на домкрате, как на подъемнике, подняли бы себя на духовный уровень. И поэтому, пока мы этого не покажем, пока мы этого не сделаем вместе с остальными народами мира, нас будут ненавидеть, бить, уничтожать. То есть и для этого все это происходит, поэтому нас ненавидят, поэтому нас давят. Только из-за точки Творца в нас, из-за этой духовной точки. Вы только что сказали, что мы поднимем на духовный уровень и другие народы. Обязательно. Для этого мы и существуем. Мы не существуем для себя, сами по себе. Мы существуем только ради этой функции. Поднять все народы до уровня Творца. Как сказано в псалмах, мой дом, дом молитвы, наречется для всех народов мира.